Следует предварить словами от себя, что то, что сейчас более всего нарушается, о том и будем говорить. Ну не только, конечно, кооперация, но это одно из. Итак, кооперация, зов новой эпохи. Это сообщение подготовила Татьяна Деменко. В философском наследии Рерихов даётся много новых определительных, а также расширяется смысл некоторых общеизвестных понятий. Одно из них — кооперация или сотрудничество. В учении живой этики говорится о том, что кооперация — это одна из ведущих идей нового века. Так, в книге Аум читаем. «Кооперация есть признак эпохи. Много о ней написано, но жизнь требует уточнения этого понятия». В книге «Беспредельность» проведены такие слова великого учителя. «Потому, когда наш закон гласит о кооперации, то нужно знать, что без этого принципа не создать лучшую ступень». Изучение мы узнаём также, что для того, чтобы планета и земное человечество смогло далее успешно развиваться, следует понять и принять ближайшие дары эволюции. Первый — психическая энергия. Второй — движение женщин. Третий — кооперация. Это цитата из книги Аум. В книгах «Учение живой этики» и в книгах «Грани Агни-йоги» можно выделить пять уровней кооперации. Первый — это кооперация со старшими братьями, великими учителями человечества. Второй — кооперация с лучами светил и дальними мирами. Третий — кооперация с течением кармы. Четвёртый — кооперация народов внутри стран и между странами. И пятый — это кооперация или сотрудничество в коллективе. И вот мы очень кратко рассмотрим каждый из них. Первый — кооперация со старшими братьями, великими учителями человечества. На протяжении тысячелетий существовала связь человечества с высшим миром. Она выражалась в разных формах. В одних случаях это были откровения, получение знаний и помощи, вдохновение и поклонение. В других — людьми руководил страх наказания или высшей кары. Они ощущали себя рабами Божьими или ничтожными, присмыкающимися перед высшими силами. Неразвитое сознание способствовало слепому поклонению силам природы, идолам, стихиям. В то же время просвещенные представители человечества, получая высшую помощь, творили лучшее будущее, воспламеняли силу и любви к высшему миру. Сейчас настало время, когда человек должен стать именно сотрудником высших сил. Не рабом, не просителем, а действенным помощником в эволюционном преобразовании планеты. Наталья Дмитриевна Оспирина так говорит об этом в своих выступлениях. «Наши старшие братья хотят быть не богами, а сотрудниками». Или в другом месте. Они могли бы сделать из нас послушных марионеток, что пытаются делать все лжеучителя. Но учителя, именно с большой буквой, хотят, чтобы мы были сознательными, самодеятельными сотрудниками. Из записи бесед Натальи Дмитриевны с Борисом Николаевичем Абрамовым, цитата, новые энергии пробудет человека к действиям. Иерархия — фокус преломления этих энергий. Она намечает формы для них. «Кооперация, сотрудничество» — это одна из форм, в которую энергии будут направлены на созидание. Это запись 1958 года. В книге «Братство» сказано, некоторые назовут «братство» возвышенным кооперативом. Не будем препятствовать и такому определению. Необходимо, чтобы понятие «братство» входило в жизнь. Пусть люди обдумают тщательно, какие черты их характера помогают упрочнению кооперации. Именно эти качества понадобятся им на пути к «братству». В «Грани Хагни-йоги» читаем слова учителя. «Если внутри, имеется в виду сознание, всё чисто, происходит невидимое очищение некоторых слоёв пространства. Это кооперация с нами». Там же есть такое сообщение от Матери Агни-йоги. «Мы в твердыне и близки к Владыке, и вас яро включаем в сферу активности нашей, но нужна нам с вашей стороны сознательная кооперация». Таким образом, для сознательной кооперации с иерархией необходимо очищение мышления и осознанное устремление к Высшему. В «Искоросвету» приведён пример сознательного сотрудничества с Учителем. Это развитие в себе лучших чувств, каждый из которых надо рассматривать как цветок приношения Высшему. Сейчас я перечислю это. Цитата. «Делать всё не просто так, а ради Владыки. Воздерживаться от дурного, ради Владыки. Наполниться лучшими чувствами, ради Владыки. Трудиться, совершать любую работу с высоким качеством, ради Владыки. Так приближается ученик к Учителю. Так утверждается сотрудничество. Всё посвящать Владыке». Конец цитаты. Это запись 1968 года. Следующая. «Кооперация с лучами светил и дальними мирами». О такой кооперации говорится как о новой странице в жизни человечества нашей планеты. Цитирую. «Творчество космоса зовёт кооперации. Творчество космоса зовёт к устремлению дальней миры». Это книга «Беспредельность». Землянам открываются неведомые доселе грани космического сотрудничества. Ваши старшие братья на планетах других, продвинувшиеся в эволюции далее вас, принимают близкое участие в жизни Земли и много ей помогают. Помощь братьев далёких можно всегда получить, если сознательно к нею стремиться. Помощь эта будет духовной и будет оказана в Духе, но не в меры земных и не в обычном земном понимании». Это, кстати, большая трудность для всех. Ну, стараемся. «Братья далёкие связаны светом с землёю. Помощь в свете и светом. Духи, созвучные свету, могут её получать по лучам, их природе созвучным. Каждый человек на Земле зарождается под лучами определённых светил и всю свою жизнь находится под их воздействием. Кооперация с лучами пространства далёких миров, кооперация сознательная – новая страница в жизни земного человечества, которую предстоит ему перевернуть в грядущей новой эпохе Матери Мира. «Будут даже лечить лучами далёких светил. Лечение лучами Солнца – не чудо. Не чудо и лучи Луны и звёзд дальних. Живём в мире неограниченных возможностей. И раскрыть, и приблизить их – наша задача». Итак, Грани, Магни-йоги, 1962 год. Следующая цитата из книги «Община». «Эта кооперация, начатая сознательно, вовлечёт в орбиту сношения новые миры, и этот небесный кооператив будет расширять бесконечно свои возможности». Теперь уже из Грани. «Так утверждается космическая кооперация с дальними мирами. Только своей рукою, только своей волею, только своей устремлённостью, только своей работой может дух стать сознательным сотрудником беспредельности». Вот эта цитата, извините, я сделаю, очень ярко показывает значение Земли и земной жизни в духовной эволюции. Далее мы посмотрим небольшой видеофрагмент стихотворения Татьяны, которую она писала во время подготовки этого сообщения, специально к этому сообщению. Пожалуйста. Человек есть звено связи межпланетной, объединитель миров. Именно через людей общаются планеты, «Не для себя лишь надо крепить подобные контакты, но для пользы всей Земли». Искра света, 17 сентября 1967 года. Через людей общаются планеты, через сердца проходит света нить, по ней летят межзвёздные приветы, и ими души чуткие согреты, да, как зовуще звёздами дружить. Как необычно мыслью за пределы своей родной планеты улетать, и вдруг понять, что не земное тело, а дух бессмертный, огненно и смело зовёт нас беспредельность постигать. Среди миров, среди полей пространства, среди цветов невиданных красот сверкнёт вдруг взгляд, проникнет звук вибраций, с тех человечеством непозданных высот межзвёздного космического братства. Субтитры создавал DimaTorzok Иной раз поэтическая строка или строфа заменяет страницы текста, а то и страницы. Итак, переходим к следующему. Третий. Кооперация с течением кармы. В записях Бориса Николаевича Абрамова рассматривается вопрос сознательного взаимодействия с кармическими обстоятельствами жизни. Ну, поскольку мы от неё не можем уйти, и она от нас тоже не может уйти. Читаем записанное Борисом Николаевичем на эту тему в 1960 году. «Чему хочет научить меня жизнь, ставя именно в эти условия, но не другие». Кооперация с течением кармы весьма плодоносна, в то время как противодействие ей может вызвать нежелательные и даже тяжкие последствия. Если восстать против кармы, она может опрокинуться на восставшего, то есть всею тяжестью обрушиться на него. «Спокойствие же, принятие неизбежного и извлечение из него нужного урока помогут быстрее пройти тяжкую полосу жизни». Это запись 1960 года. Сознательное отношение к кармическим обстоятельствам, в которые поставлен человек, может в корне поменять жизнь и судьбу и ускорить её эволюционное развитие. Кооперация с течением собственной кармы это отдельная большая тема, которой можно было бы посвятить целое исследование. Но это ещё впереди. Четвёртое. Кооперация народов внутри стран и между странами, то есть всенародная кооперация. В 1940 году Николай Константинович Рерих пишет своим корреспондентам «Эпоха разъединения и всякого расчленения уходит. И мы стоим у преддверия эпохи объединяющей, эпохи великой кооперации». Для того, чтобы идеи кооперации и сотрудничества смогли на новом витке развития человечества войти в жизнь, необходимы носители этих идей среди людей. В книге «Озарение» читаем о том, как по плану великих учителей, это будет происходить на планете. И каждому из нас предстоит быть не только наблюдателем, но участвовать в этом процессе переустройства. Цитата. «Решено будущую судьбу вложить в жизненные условия кооперации духа. Трудность в новом делении человечества». Прежнее примитивное деление на касты, на классы, на занятия заменяется сложным различием по светотени. Явление, как очищенный коммунизм, отберёт лучшие слои человечества. Без деталей надо провести общую светотень, как бы призыв в новую армию. Это сказано в книге «Озарение». Очищение мышления – одна из основных целей идущих эволюционных процессов. Переустройство, идущее в мире, разрушает многие тонкие построения мысли, выкристаллизовавшиеся веками. Но пополнения, поступающие от людей низкого и нечистого мышления, велики. Предстоит гигантский труд очищения атмосферы Земли. Нужна кооперация всех. Она невозможна при современном состоянии сознания, потому упорно проталкиваем ведущие идеи нового века. Это кооперация всех, всего и во всём. То есть мирное сосуществование и при том дружелюбное, свобода, высокое мировое значение искусства и новые формы общественной жизни. Это всё большая была цитата из «Грани Агни-йоги», запись 1960 года. И следующая ещё цитата. «Много противодействия будет оказано кооперации. Одни по самости не пожелают вообще принять её, другие своекорыстно воспользуются ею, но существование её будут отрицать. Третьи соединят понятие кооперации с неспровержением всего порядка». Это книга «Ом». А в книге «Напутствие вождю» читаем такие строки. «Каждое забастовочное движение недопустимо как разрушение производства. Лишь при очень грубых формах государства могут происходить такие безумства. Человечество находится на достаточной ступени разума, чтобы понять устранение спорных вопросов путём разумных совещаний. Каждое разрушительное условие должно быть спешно раскрыто. При состоянии вражды не может быть речи о кооперации. Разумные силы должны объединиться, чтобы избежать опасности катастрофы». О значении кооперации свидетельствует следующая запись Бориса Николаевича Абранова. «Новые формы жизни, новые взаимоотношения, кооперацию и содружество наций на Земле утвердим на вечные времена». Это грани 1962 года. Следующее. Пятое. «Кооперация сотрудничества в коллективе». В учении скажено, что сотрудничество откроет лёгкие пути к совершенствованию. Поясним эти слова. Если сознание наполнено эгоизмом и самостью, то они, как гири на ногах, которые мешают пути восхождения, тормозят и препятствуют проявлениям Духа. Если же сознание вместило принципы сотрудничества и кооперацией, то человек движется в эволюционном потоке и не противодействует ему, тем самым избегая многих препятствий. И тогда путь становится лёгким. Сознание, не освободившееся от самости, будет обжигать огни своих собственных неочищенных оболочек. Вот как об этом огненной природе человека говорится в записях Бориса Николаевича Абрамова. «Человек раздражился, вспыхнул чёрный огонь, загорелся мужеством, радостью, впал в состояние ужаса и так далее. Огонь, огонь, огонь». Это такая цитата. «Нужно, нужно понять огненную основу своей природы. Как можно достичь власти над собой, а следовательно и над миром, и быть его победителем, не осознав и не овладев своими огнями?» Конец цитаты. Кратко и ясно сказано в книге «Община» о значении сотрудничества и кооперации. «Человек, примкнувшись к селению, не может быть врагом всех соседей. Должны установиться сношения добрые, не только сотрудничество приведёт к действенному добру». Или в другом месте. «Советую присмотреться к общинникам, а если кто не может вместить всех условий, то пусть лишается всех возможностей кооперации. Истинно, только щит общины может осмыслить пребывание на Земле». Конец цитаты. Что необходимо для успешной кооперации на всех уровнях? Об этом в записях Бориса Николаевича Абрамова говорится. «Как совместить единство сущего с индивидуальностью накоплений и единую неделимую жизнь космоса с одиночеством познающего его центра?» Это вопросы такие. «Как совместить кооперацию с индивидуализацией, сотрудничество и единение с владыкой с одиночеством?» Малое сознание безнадёжно запутается в противоречиях. Но на примере оркестра видим, как индивидуальность и мастерство отдельного инструмента не нарушает, а именно наоборот усиливает общую гармонию. Гармонично и искусно сыграть свою партию, не внося диссонанса, а лишь обогащая и утончая целое и есть задача кооперативного начала. С одной стороны, индивидуальность не должна бросаться в объятия самости и утопать в сфере ограничения личности. С другой, утверждение величия своего индивидуального центра не должно создавать ни изоляции, ни оторванности от единой жизни космоса, ни отрыва от людей, их нужд и страданий. Это всё цитата из «Грани Агни-йоги», запись 1952 года. «Только светлыми трудами и кооперацией создаётся непобедимое светлое изучение». Это уже письмо Николая Стантиновича. «Нигде не указан один полюс, но всюду взаимность и взаимодействие». Принцип гармонической кооперации лежит в основе общины мира, где царит общность интересов и постоянный обмен сил. Ну и закончим большой цитатой из книги «Грани Агни-йоги» 1954 года. «Кооперация сознаний лежит в основании строительства нового мира. Воздействие коллектива мощно. Не может ему, объединённому, противостоять отдельное сознание. Коллектив будет силой воспитывающей и кузницей сознания. Но если коллектив объединён с иерархией света, мощно привлекая к строительству энергия высшая, то сила его неодолима. Когда-то объединится всё человечество. Когда-то будет едино стадо и един пастырь. Когда-то элементы и стихии подчинятся его воздействию. И великие задачи планетно-космического строительства будут решаться слитой в единое целое волей всего человечества. Перед народами лежат новые пути. Законы единения будут руководящей силой жизни. Воля огромного числа людей, собранная в единый фокус для манифестации нужного явления, даёт следствие изумительное по своей силе. Новый век есть век единения во всём. Конец цитаты. Вся жизнь, подчинённая эволюционному потоку, от слияния галактик до сотрудничества в коллективе, есть взаимная помощь и кооперация. Спасибо за внимание. Продолжение следует...